А еще раз здравствуйте, тунеядцы, дармоеды и социальные трутни. Итак, сегодня мы поговорим не столько о проблемах, сколько о методах их решения. А то многие говорят, вот ты все критикуешь, критикуешь, критиковать любой дурак может, а вот ты скажи, что делать надо. Что ж, а начинать следует, как всегда, с самого главного. И главное у нас, это, конечно, национальный вопрос. То есть, культура, язык и их распространение среди народа. Ситуация, на самом деле, катастрофическая. В Беларуси практически никто не говорит на белорусском языке. Ну, то есть, все как бы знают, но никто не говорит. Это, на самом деле, очень-очень плохо. Кто-то скажет там, ну зачем это надо, ну какая разница? Нет, никакая разница. Нет языка, нет народа. Само слово язык и народ вообще означало одно и то же. Почитайте старые книги, типа там, в Библии там написаны языки, там языцы, вот это все. Народ, значит, язык и народ. Это одно и то же. И у нас в этом большие проблемы. И тут некоторые пытаются все свести к одной простой, но очень удобной причине. Проклятым большевикам, коммунистам, москалям, которые задушили белорусскую культуру, и поэтому все вот так, как есть. Но я считаю, что все гораздо сложнее. Вот смотрите, кто являлся основными носителями белорусского языка вообще и культуры? Это, конечно, крестьянство всегда, шляхта мелкая в основном, и потом еще интеллигенция. Состояние шляхты, как и вообще дворянство в Российской империи, да и в мире, к концу 19 века очень сильно пошатнулось, в общем. Оно вырождалось, и очень хорошо это можно увидеть, например, в книге Владимира Краткевича «Дикая охота короля Стах». Там, я думаю, прекрасно это показано. Состояние белорусской шляхты конца 19 века. Ну и потом дело докончили, конечно, большевики. Как же без них? Они же хорошо поработали и над интеллигенцией, в общем, особенно в сталинские времена. Западной Беларуси досталось поменьше. И у нас остается, конечно, еще крестьянство. Что тут сказать? Во-первых, надо посмотреть на тенденции урбанизации. Посмотрите, как уменьшилось количество сельского населения и увеличилось городского в мире вообще и в Беларуси. Это важно тоже учитывать. И это, во-первых. Во-вторых, даже при том, что сейчас, возможно, там значительный какой-то процент еще остается на селе, то есть не все еще вымерли. Но это уже не крестьяне, важно понять. Это уже не крестьяне. В лучшем случае это какие-нибудь колхозники. А то и вообще просто городские люди, которые решили купить себе дом и устали, в общем, от шума, там, столицы каких-то крупных городов. Ну и, конечно, нельзя забывать про тот удар, который нанесла война. Ведь практически каждый третий белорус погиб или пропал в жизни. Потом население быстро восстановилось, но это уже были совсем другие люди, для которых, в общем, это не родная культура, не родная страна. И это очень сильно чувствуется. Ну и, наконец, последний, я считаю, гвоздь в крышку гроба белорусской мовой и культуры, это, конечно, прикладная причина. То есть, зачем нужна мова, многие считают, если есть русский язык, который связывает вообще все народы. Бывшие советские, советские из СНГ, ну, большинство. И даже вот с Российской империи еще с тех времен. То есть, на русском языке вы можете поговорить, там, и с иностранцем, потому что, ну, кто знает из иностранцев белорусский язык? И русский-то мало кто, но если, например, вы встретите иностранца, то, возможно, он знает русский язык. С русскими, украинцами, даже с какими-нибудь прибалтами, грузинами, кто знает. Среди них есть такие люди. А на белорусском с кем вы будете говорить? Поэтому многие считают, что это просто неудобно. Где в повседневности, в преклонных каких-то целях его использовать? Только на уроках где-то, в каких-то националистических партиях, на дискуссиях. То есть, и сейчас я вам кое-что покажу. Для тех, кто, возможно, собирался уже потроллить и сказать, мол, вот ты там забил русский язык, и все выступаешь, а чего сам не говоришь? Вот смотрите. Вот это моя статистика канала. Так, подписчики. Вот смотрите. За год, да? Сначала, буквально этого года, с января, с конца января, начали подписки, когда я стал выкладывать видео. Смотрите. Новых подписчиков 231. Отказались 33. Но всего вот добавилось за год 198. Остальные уже были. А теперь давайте посмотрим местоположение. Откуда они? Первое место. Россия. 79 новых подписчиков. Но и отписок больше всего из России. 101 добавилось, 22 отписались. В итоге вот у нас 79. Беларусь. 53 подписчика. Но только 5 отписались. Это красно-зеленые. Украина на третьем месте. 37 подписалось. И только 3 отписалось. На четвертом месте Соединенные Штаты Америки. Ни один не отписался. Представьте себе. Потом Казахстан. 5 человек. Великобритания. 3 человека. Но это скорее всего наши иммигранты. Германия. 2 человека. Киргизия даже есть один. Мексика и Польша. Вот так. Понимаете? То есть большинство подписчиков не из Беларуси даже. Это серьезная причина, которая не дает широкому развитию беларусского языка и широкому его употреблению. Многие люди просто не понимают, зачем. Если есть русский язык, можно о нем свободно общаться. Особенно старшего, более возраста и те, для кого он не родной. В общем, с этим разобрались. Теперь немножко отойдем как бы в сторону и зайдем издалека. Все помнят, как в 2008 году Лукашенко обратился к известному пиарщику Лорду Беллу. Кстати, агентство которого сейчас исключили из британской ассоциации пиар-компаний. Прогорел он конкретно. Не самый такой пиарщик. Но я думаю, что он не единственный, к кому обращался наш президент. Для того, чтобы поправить свой имидж. Чтоб они ему посоветовали чего-нибудь. А то имидж его в народе сильно пошатнулся. Хотя тут знаете, я бы сказал, хорошему президенту не надо поправлять имидж. Все и так очевидно. Если он правит хорошо, то народ все это видит и понимает. А если нет, то что-то не совсем все хорошо он получается делает. Ну да ладно. Оставим это. Вернемся назад. Так вот, обратился он значит к пиарщикам. Наверняка не бесплатно. Для того, чтобы они помогли ему поправить имидж. Вот я что думаю. Вместо того, чтобы поправлять свой имидж, лучше бы нанял таких пиарщиков для того, чтобы они разработали нормальную программу. Как привить беларусам интерес к родному языку, к культуре. Как все это обернуть в такую красивую маркетинговую обертку, чтобы люди разных возрастов проявляли к этому интерес. Чтобы вызвать настоящее национальное возрождение. То, что делает государство. Вот эти какие-то музеи, унылые выставки. Но на них ходит только небольшое количество интеллигентов, но и школьников, которых сгоняют туда. Это ж никуда не годится. Еще немного и беларусский язык вообще будет забыт. И культура в Беларуси. Это ненормально. Нет языка, нет народа. Вспомните, что говорил Франтишек Багушевич. Не покидайте жмовой нашей беларусской. Кабни умерли. Так вот, мы уже как бы на пороге. Это первое, что хотел сказать. Ну, еще добавить. Конечно, вот как я говорю, необходимо каким-то образом вызвать интерес. Почему вот разные маркетинговые программы отлично работают, продают всякие товары, непонятную какую-то шлобуду. Почему нельзя подойти таким образом, придумать какие-то интересные программы, вызвать интерес молодежи, людей пожилого возраста, чтобы людей хотя бы заставить задуматься, понять, для чего это нужно и что это реально нужно. Нужно показать, что это модно, что это круто, что это нужно. Ну, кто-то скажет, но зачем это надо? Независимость есть. А зачем язык? Нет, нет. Если нет языка и культуры, то в любое время наш старший большой брат. А зачем? Что у вас вообще за страна? И зачем оно вам надо? Если у вас и языка-то собственного уже нет, и никто им не пользуется, и культуры. Все это, мол, искусственное, придуманное. Поэтому ни в коем случае нельзя этого допускать. Надо срочно с этим что-то делать. Так вот, необходимо обязательно составить подобные программы и вести их в действие, чтобы привлечь широкие массы народа.